Когда я впервые его увидела, он был в женской одежде и попросил сделать ему макияж А его жена мою обувь разрезала Не дай бог никому пережить такое уже На протяжении 9 часов меня драли, простите, ватько Это не самое ужасное, что могло произойти Доставал ствол и подносил к виску Печально Возвращаясь, он насрал посредине комнаты и размазал по квартире Вообще правильно, все закономерно И в итоге меня вырвало прямо на него, на его член шаурмой Снимаете клиента ориентированность Всем привет, друзья, рада приветствовать вас на своем YouTube-канале Под юбочкой Руби Гуд Если вы еще не подписаны, исправляйтесь в ситуацию Подписывайтесь и ставьте лайк этому видео In advance, так сказать Сегодня я буду рассказывать вам истории своих подписчиков Подписчиц в основном, девушек, парней Кто имел опыт работы в эскорте И это будут какие-то в основном трэш истории, к сожалению Поскольку у меня, слава богу, их не было Не было какой-то жести конкретной Я провела опрос среди своих подписчиков и подписчиц И мне присылали очень-очень много разных историй Я не успею зачитать все в рамках одного видео Я зачитаю несколько, буду рандомно вытягивать карточки Я буду давать свои комментарии, а ваши комментарии оставляйте под этим видео Первая история, девочка пишет, что это первый день ее работы Она принимает второго клиента, вернее, едет на выезд Поехала в этот же день к другому клиенту и до обеда с ним зависала Время вышло, к слову, у него трехэтажный дом Я спускаюсь на второй этаж, а там его жена Она дезодорантом пыталась мне в глаза брызгать Ее клиент убирает, она все равно рвется ко мне Все, он закрыл ее в кабинете Спускаюсь на первый этаж, а его жена мою обувь разрезала Она из кабинета визжала, что найдет меня, машиной задавит и так далее Ну, это не самое ужасное, что могло произойти У меня не было таких историй, слава богу Меня ничья жена не палила с клиентом Но у меня было такое, что я приехала к клиенту на выезд Перед тем, как зайти в квартиру, он мне говорит Он мне сразу же переводит деньги, еще пока мы не поднялись в квартиру Что уже как бы немножечко насторожило Перед тем мы поднимаемся уже на лифте в ЖК Все прилично, приятно в ЖК, все в порядке И он мне говорит в лифте Слушай, можно тебя попросить? Встреча наша будет происходить в ванной Я напряглась вдвойне И он объясняет, что у меня просто в соседней комнате спит сестра Короче, выяснилось, что это не сестра его, а его любовница Она нас, конечно же, запалила в какой-то момент в ванне Была истерика Ну, никто меня не пытался разрезать мне обувь и так далее Я очень быстро ретировалась оттуда Кстати, забавно, что продолжением этой истории было то, что я потом снова вернулась к этому клиенту Потому что он поругался со своей любовницей Они расстались И он сказал, типа, эй, Ангелина, все в порядке Я ее выпроводил, приезжай обратно, я тебе все компенсирую Это история номер один История номер два Мне было 17, и это был мой второй клиент Как бы начало истории уже немножко пиздец 17 лет, это уже печально Я без всякого осуждения к девушке просто про саму ситуацию, что это печально Данное событие происходило в башне такой-то И будем называть конкретно Мужчину звали, допустим, Ваня Сразу же я говорю, что я читаю истории, никак их не переделая То есть я ничего не меняю Изначально меня предупреждали, что он с носом, но я могу отказаться Я категорически против, соответственно, ехала и понимала, что я откажу и все будет окей Ну, возникает логический вопрос Как девушка понимала, что она может отказаться? То есть и все будет окей То есть она же не имела опыта работы в эскорте И не знала конкретно этого человека Я приехала в башню и сидела в кафе внизу Через некоторое время ко мне подошла его помощница и провела в холл-апарту Там сидела еще одна девушка на этот вечер Мужчина приехал с охранником, ткнул меня пальцем Помощница сказала, иди за ним Пока мы ехали в листе к нему, он начал спрашивать, как меня зовут и сколько мне лет Мы поднялись к нему, и он отпустил охранника Прошли в его спальню и сели около кофейного столика на кресло Он спрашивал о моей семье Я сказала, что у меня есть младший брат, родители в разводе и так далее Мы пошли до комода Комод был огромный, он начал доставать пачки купюр Там было примерно 700 тысяч рублей Хотя изначально я ехала по условиям на 100 тысяч Я была в шоке Затем он достал поднос с носом и предложил мне Я отказалась Далее мы пошли в караоке в этой же башню Там был огромный стол, мы сидели вдвоем Затем подъехал его друг, один из личностей шоу-биза Поющий, назовем его Петя Они отошли, я думаю, он тоже с носом Они вернулись, и Ваня начал выбирать, какие песни должен спеть Петя Я пила шампанское и курила кальян Так мы просидели примерно с 9 вечера до часу ночи Затем мы попрощались с Петей и поднялись к клиенту, заказчику Уже тогда по его глазам было ясно неадекват Он сказал им идти мне в душ Я пошла, легла в кровать, мы приступили к делу Затем он грубо взял меня за руку и отвел в ванную Там он начал меня мучить с АЭС, с анальным сексом Мне даже читать такое больно На протяжении 9 часов меня драли простите в очко Я около двух суток не могла сидеть Во время акта я должна была смотреть в зеркало над раковиной Он стоял сзади и называть имена всех, с кем я спала и при каких обстоятельствах У него якобы открылся третий глаз, и он видит все и знает все Я очень сочувствую девушке, которая пережила это И я надеюсь, что этот мужчина закончит свою жизнь крайне печально Да, такие истории происходят в эскорте Это не редкость, судя по количеству тех историй, которые я получила в директ себе в инстаграм Поэтому, да, это очень опасная история Дальше это не конец Я назвала всех, но он, блядь, не верил Начал орать на меня и материться Доставал ствол, подносил к виску заряженный Заряженный, сука, ствол Затем я заревела Он психанул, мы помылись, я вышла из душа Время было часов 10 утра Он сел в кресло и сказал встать на колени и сосать Хотя у него не стоял Я сосала 2 часа, в итоге он взял сумку, где лежали мои 700 тысяч Забрала тут и 640 и сказал Стоять, пиздец Я не могу как-то показывать свои эмоции, у меня с этим тяжело, ну, как бы внутренне Просто я, когда читала это в первый раз, когда мне присылали это в инстаграм Блядь, по-моему, именно на этой истории мне аж прям стало вообще хуево, я же заплакала, по-моему Ну, как это говорить, по-моему, ну, да, я заплакала Что значит, по-моему Я не могу на камеру показывать такие эмоции Это будет как-то... На это следует реагировать как-то более эмоционально, но я не могу, мне тяжело это делать на камеру Из-за того, что нос он втирал и в десны, затем целовался со мной, в мой организм попала доля вещества По состоянию это был такой пиздец, я не спала трое суток Хочу, чтобы его так же ебали в очко сутки Если он узнает себя, привет, козел Вот такая вот история Какие здесь я могу еще дать комментарии, что, во-первых, выкидываем это Что я хотела бы сказать по поводу этой истории Так это то, что любой заказ, в котором присутствует или большое количество алкоголя Или некоторое количество веществ, наркотиков, любых Это встреча с повышенным риском И я знаю, что многие девочки категорически не работают с людьми, которые употребляют что-то, которые пьют Ну, естественно, у девушки это был второй заказ Она была без опыта, она ничего об этом не знала Я очень сочувствую автору этой истории Не дай бог никому пережить такое уже Переходим к следующей истории Была история, когда перед сменой я поела шаурмы Потом пришел клиент пьяный и захотел МБР Я сказала, что глубокие не делаю Он все равно пихал свой член И в итоге меня вырвало прямо на его член с шаурмой В данной ситуации клиент сам виноват Что тут не надо было лезть, куда тебя не приглашали На такие процедуры девушка же сказала, что не делается Тем более она могла представить, что в данной ситуации она точно не сможет это сделать Вообще правильно, все закономерно Подписчики, кто следит за мной в Телеграме, знают и помнят, наверное, эту историю У меня тоже было такое Меня не стошнило прямо на член клиента Я просто перед, ну не знаю, часа за два, может быть, до заказа поела холодец Фу, даже начало уже ужасно звучит Я поела холодец И у клиента был очень большой член Ему нравился глубокий минет У меня есть глубокий минет И при любой возможности я его делаю Но здесь было очень тяжело Из-за размеров прям очень большой у мужчины был И ему нравился долгий Прям долгий глубокий минет Но в какой-то момент этот холодец попросился наружу Не в какой-то момент, а в несколько моментов Но я не Я держалась Я не сблеванула ему прямо на член Блядь, боже, зачем я это рассказывала Короче, я сдержалась Этот холодец не вышел из моего рта Я просто сглотнула бро Понимаете, клиента ориентированность Ну, холодец я больше перед заказами не ем, естественно Следующая история Это, кстати, моя коллега С которым мы лично знакомы Когда я работала во Франции У меня был выезд к мужчине Он такой-то, такой-то Ну, в целях конфиденциальности Не буду это зачитывать Я не ждала чего-то необычного Но, как оказалось, зря Когда я впервые его увидела Он был в женской одежде И попросил сделать ему макияж После всех манипуляций и игр в переодевание Я посадила его на цепь И заставила ходить за мной на четвереньках Но апогеем всего стало Что он рассказал Как вставлял себе в жопу пробку По весу около одного килограмма И ходит с ней на совещание на работу С секретиками, с прикольчиками есть люди Так вот пришел какой-то Павел Иванович условный Сейчас все Павла Ивановича просто напряглись На работу А у него костюм Все, деловое белая рубашечка Галстук Ты не знаешь, что у него в штанах Не только в штанах Что у него в жопе Мы не знаем Поэтому, знаете После он даже продемонстрировал Как ловко его задница умеет принимать Такого рода подарки В придаче он любил нюхать И пить алкоголь в больших количествах Так С этой историей мы закончили И напоследок Коротко о главном Пришел парень С виду нормальный Деньги вперед дал Отошла на кухню Налить вина Возвращаясь Он насрал посредине комнаты Размазал по квартире Бывает и такое Я представляю Просто Просто, блядь Если это дорогие апартаменты Я бы клиента отпи... Вообще интересно Вот интересно было бы Услышать продолжение этой истории Но девушка Так как-то это Просто очень Краткость сестра таланта Как говорится Что бы я делала В такой ситуации Если мне Рандомный человек Настраил посредине квартиры Размазал Это, ну Блин Это страшно Что у человека в голове Что он сделал такое Надо было как можно быстрее Выставить его из квартиры С другой стороны Прям в говне То есть человек возвращается Идет по ЖК По элитному ЖК В говне Вопрос остается открытым Надеюсь, что девушка Пришлет продолжение Потому что я что-то не спросила Что было дальше Что было дальше Это все на сегодня Если вам зашла эта рубрика С рассказами моих коллег О своем опыте То напишите В комментарии И поставьте обязательно Лайк этому видео Блять, без этой хуйни И поставьте обязательно Лайк этому видео А в комментарии Пишите свои трэшовые истории Если вы из сферы То пишите истории С клиентами Если вы не работаете В сфере Тогда пишите свои трэшовые истории Со свиданий Я постараюсь Прочитать все комментарии Что еще-то сказать, а? До свидания Субтитры сделал DimaTorzok